Я еще пока ехал, короче, решил спросить у водилы, ну просто так, у водила россиянин, хотя по-русски говорит очень плохо, ну прям совсем плохо. Начал спрашивать, говорю, слушайте, ну а что вы ходите? Ну типа, как работаете? Он говорит, я работаю два через два, слушайтесь, 20 часов, то есть 20 часов он работает раз в день, приходит домой реально пол второго, а в 4 ему уже нужно выходить из дома, то есть буквально 2 часа ему на сон и он опять выходит на линию, он работает два через два и два дня он работает реально сутками, то есть он работает двое суток через двое суток, это невероятно, ну собственно это многое объясняет, почему они настолько плохо водят, почему они гоняют по обочинам, почему они постоянно в таком хуевом состоянии, в разрушенном настроении, вообще, ну кошмар, короче, ну вы представляете? Вообще, причем водителю 59 лет. Еще спросил, оказывается у них, короче, норма 13 тысяч, 13 тысяч норма, плюс 3 тысячи солярка и 2,5 тысячи за смену, ну то есть, грубо говоря, у него выходит 45 за, в месяц. При этом, типа, 13 тысяч он обязан сдать, а желательно, чтобы у него было выше, потому что, ну типа, минимум 13, иначе выкладывай из своего кармана. Заработал больше хорошо, то есть, минимум он должен заработать, 13 тысяч это он обязан отдать за смену, плюс 3 тысячи на соляру, в смену у него уходит, то есть, это уже 16, 2,5 за смену, то есть, 18,5, то есть, он минимум в день должен заработать 18,5 тысяч, иначе кошмар из своего кармана придется выложить, то есть, это обязательно. Я у него не спрашивал по поводу ремонта, ну вот, человеку 59 лет, он мотает баранку по 20 часов в день, 2 через 2. Вы можете, это просто кошмар, это просто пиздец, я вообще, у меня слов не находится, насколько это ужасно. При этом, вот сейчас, вот, на наших, вот, Муринских путях, короче, у нас уже не 24 стоит маршрутка, 26, но они все очень короткие, поэтому, типа, не 40 в городе, а 26. При этом, у них обязательно должны быть соблюдение рейсов, и обязательно должны заработать, и вот он рассказывает, что вот на маршруте, это прямо вообще жестко, у них бывает, что утром полтора часа он может ехать с деревни Лаврики до метро Девяткино, хотя, хуй там ехать, вообще непонятно. Говорит, дорога очень сильно загружена, очень сложно, я знаю, что эта дорога загружена, потому что там всего одна полоса туда и одна полоса обратно, и это прямо сильно тяжко. Ладно, спасибо, это чисто так ремарочка, к слову, так, отдельным видом.